Рабочее совещание с членами Кабинета Министров прошло сегодня после длинных выходных. По данным МВД, в первомайских мероприятиях приняли участие более 25 тысяч жителей Чувашии. В целом, все прошло без происшествий. На планерке обсудили и другие актуальные проблемы. Сейчас полным ходом в республике идут весенние полевые работы. В этом году посевная площадь составит 570 тысяч гектаров. Это больше прошлогодних показателей почти на 4%. Пока посеяно 67% от запланированного. Более 80% от запланированного посеяно в 6 муниципальных районах. Это наибольшая площадь сева. Это составляет у нас Яльцовском районе 13,8 тысяч гектаров. И 90% более 10 тысяч гектаров. Это Батлевский 12,2, Вурнарский. По словам министра, прошедшие осадки не помешали работам. Наоборот, посевы получили необходимый запас влаги. Сейчас наступил самый ответственный момент, когда надо мобилизовать все имеющиеся силы и средства для проведения посевных работ. В максимально сжатые сроки, подчеркнул Михаил Игнатьев. Это уже традиционно сложилась такая практика. Кто первым выходит и начинает сеять, у него и урожай больше по итогам. Раньше уборка начинается и не заходят уже осенние дождливые месяцы. Это тоже очень важный фактор. Обсудили на совещании комплексный план модернизации Канаша. По федеральной программе развития моногородов, два города Чувашии, Новочебоксарск и АллатРа получили средства из российского бюджета. 28 апреля на совещании при президенте России было принято решение о выделении Канашу 820 миллионов. Финансирование начнется уже в июне этого года. Основу экономического потенциала города составляют два завода. Промтрактор-вагон и канашский автоагрегатный. Чтобы сократить зависимость от градообразующих предприятий, предполагается диверсифицировать экономику города за счет создания индустриального парка. Для него, в свою очередь, нужна инженерная инфраструктура. Необходимо построить канализационные очистные сооружения, реконструировать котельные и водопроводные сети, отремонтировать дорогу. По твердым бытовым отходам и по дороге сегодня ведется допроектирование по дороге, в частности перевода земельного участка, там немножко пришлось обойти. Плюс по твердым бытовым отходам мы определяем сейчас, город Канаш совместно с администрацией Канашского района определяется с участком, где будет вестись, сначала он будет локализован, проектирован и так далее. То есть сегодня, в принципе, еще раз по трем объектам у нас все готово, и мы готовы уже в 2014 году начать строиться. Глава Чуваши рассказал о том, что подписал указ об учреждении госнаграды почетного звания заслуженный эколог Чувашской республики. Такое решение, по словам Михаила Игнатьева, принято, чтобы повысить значимость природоохранной деятельности. На совещании глава также привлек внимание к экологическому состоянию Заволжья. Мусор вдоль дороги давно там не убирается. Татьяна Молокова, Игорь Породчиков, Николай Яковлев, Республика.